приветствую дорогие друзья с вами gold is я хочу поговорить сегодня о актуальной теме о коронавирусе мы знаем что ежедневно сотни тысяч людей по всему миру заболевают этой заразой и это является не только угроза для нашего здоровья но и для нашей жизни я попрошу вас очень серьезно отнестись к этому материалу и максимально распространить его среди ваших родных и близких по соцсетям потому что это может помочь вам не только сохранить здоровье от этого коварного вируса но и спасти вашу жизнь недавно на нашу академию пришло письмо от женщины импульсантки которая заболела коронавирусом и сейчас мы зачитаем это письмо я заболела к вид 19 как бы тяжело мне не было старалась каждый день делать суставную гимнастику выжимка наполняемость легких кислородом 96 процентов я всегда дышала сама без аппарата большое вам спасибо делала дыхание на четыре такта вдох вдох выдох выдох сначала было очень тяжело вдохнуть не получалось выдыхать через онкнутые зубы со звуком легче на меня в больнице смотрели как на ненормальную но на третий день все больные в палате начали выдыхать как я и через три дня наполняемость легких у всех 97 процентов и все дышали без аппарата спасибо вам наиболее болезненно коронавирус воздействует на наши легкие на конце легких есть такие альвеолы которые отвечают за насыщение клетки кислородом коронавирус блокирует альвеолы нарушается газообмен падает уровень кислорода в клетке легкие воспаляются и заполняется жидкостью я покажу вам сейчас несколько упражнений из методики вселяющий импульс которые позволят вам улучшить работу легких и побороть этот недуг эти упражнения можно делать и здоровым людям в качестве как бы профилактики и это позволит вам и повысить иммунитет и преодолеть если даже вы заболели преодолеть этот недуг очень важно при выполнении этих упражнений правильно дышать и поэтому я хочу обратить ваше внимание как правильно дышать значит мы вдыхаем через износ и выдыхаем через сомкнутые зубы выполняя такой выдох с буква с именно сопротивлению выдыхаем и очень важно по всей траектории создавая статико динамическое напряжение это для проработки большой грудной мышцы дышать четырехтактном движении то есть мы делаем вдох-вдох выдох-выдох через сопротивление давим пяточкой ладошки друг на друга и по всей траектории создавая статико динамическое напряжение то есть мощно давя друг на дружку пяточки ладошки мы делаем вдох-вдох выдох-выдох можно выдыхать через тонкнутые губы могут пальчики смотреть вперед затем пальчики смотрят вниз вдох-вдох выдох-выдох и в конце как вы заметили я делаю в конце траектории скидываю воздух для очередной порции свежего воздуха таких повторений мы делаем максимум до 16 вдох-вдох выдох-выдох это раз вдох-вдох выдох-выдох выдох-выдох 2 вдох-вдох выдох-выдох 3 и таким образом прорабатывая большую грудную мышцу мы делаем таких 16 повторений при дыхании самосопротивление при таком дыхании когда мы выдыхаем через самосопротивление то есть создается мощная компрессия в легких и таким образом прокравляя мышцы насыщая мышцы кислородом мы благотворно воздействуем на как бы профильтровку легких и повышается газообмен в легких и естественно это благотворное воздействие на этот недуг коронавируса второе упражнение проработка трапециевидной мышцы и мы здесь делаем восьмитактный вдох и восьмитактный выдох вдох 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 выдох 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 то есть максимальная траектория и таких делаем от 6 до 12 повторений в одном подходе все делаем подряд как только мы выполнили круговое вращение плечами назад мы тут же переходим круговое вращение плечами вперед тоже восьмитактное дыхание вдох 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 это два и таких как я уже сказал от 6 до 12 повторений 3 упражнение для проработки переднего заднего пучка дритовидной мышцы это круговые вращения руками вперед вдох 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 выдох 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 и таких круговых вращений от 6 до 12 повторений вперед и сразу же переходим круговые вращения руками назад вдох 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 один подход от 6 до 12 повторений еще я хочу обратить ваше внимание на темп если текущее состояние вас позволяет ускоряться то мы ускоряемся если же у вас в данный момент существует какой-то текущий недуг можно делать более плавно но соблюдая максимальной траектории если в таких крайних случаях если вы уже приколаны к кровати вы не можете встать и выполнить предлагаемые мною упражнения то можно просто дышать через сопротивление лежа в кровати то есть вы тоже лежите в кровати и без движений просто усиливаете компрессию на легкие вы делаете то есть максимально вдыхаете воздух и с максимальной с максимальным сопротивлением вы выдыхаете или через сомкнутые зубы выговаривая слова с или через сомкнутые губы как часто можно выполнять эти упражнения нужно делать каждый день и в течение дня можно 3-4 раза делать при таких статикодинамических напряжениях вот когда мы добавим пяточка ладошки друг на дружку контролируем статикодинамику при в таком случае улучшается работа митохондрий это такие маленькие электростанции нашей клеточки можно сказать такой вечный двигатель и соответственно это позволяет вам и повысить иммунитет и повысить частотные характеристики вашей клетки через глубинное прокравление ну и соответственно распространите пожалуйста этот материал еще раз попрошу вас по всем соц сетям я вам желаю крепкого здоровья и мощного активного долголетия